Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я пересаживаю орхидею номер 63. 7 июня 2020 года она у меня появилась. Вот такая красоточка. Цвела. Что-то у меня не подписано, какого она цвета, но это не важно. Коса отрастила. Шикарные просто. И я хочу их отправить в посадку. Посадка будет обычная, стандартная. С дренажом горшочек, с тарелочкой для автополива. Он немного больше, чем предыдущий. И да, орхидея росла в непрозрачном горшке. Все с ней было прекрасно, все хорошо. Воды нету. Можно доставать. Так, житель, уходи. Посажена была в кору с керамзитом. И, по-моему, даже есть уголек и пеностекло здесь. Так, один корешок пророс. Валяю его. Пусто выросла капуста. Вот такие большие куски коры были. Они даже вполне себе ничего. То есть тут кое-что можно даже в посадочку взять. Горшок у меня будет на полтора литра, как гласит этикетка. Вот он. Но сначала нужно ревизию корней провести. Вот, кстати, грунт. Есть и крупные куски, и мелкие. Есть даже циафлора. Было у меня когда-то ее немножечко. Старые корни нужно, конечно, обрезать. Так, вот этот листик я тоже удалю. Посмотрите, с одной стороны лысовато получается, а здесь больше листиков. Цветочек, листик желтеет. Но посмотрите, на шейке все нормально. Но лист пробит корнями вот в этом месте, в трех даже местах. Поэтому он ушел от нас, этот лист. Надо его будет снять. Пока что есть такая возможность. Ну и, собственно, приступаем. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие вот корешочки Вот это все остается И да, я сейчас буду впихивать это в горшок Слабонервным прошу удалиться от экранов Потому что сейчас будет инфаркт микарда Вот такой рубец Предупреждаю И не говорите, что я вас не предупредила Как видите, я сняла два листика Чтобы немножко заглубить растение Кто-то может сказать, что это маловат горшок Но по моему опыту В моих условиях и с моим содержанием Этот горшок как нельзя Лучше подходит Вниз в крестовину я отправляю мох Он сухой Немного размочен, чтобы не пылил Именно в крестовину, чтобы мох тянул влагу После полива Вода, как вы понимаете, очень быстро Просачивается сквозь кору И опускается на дно в стаканчик А из стаканчика Ну, не стаканчика, как тарелочки Она мхом будет подаваться вниз И распределяться уже по коре Еще немного мха доложу В нижний уровень Чтобы все-таки капиллярное сообщение заработало Может и мох прорастет Кто его знает Так, немножко мох у меня Из карельских лесов Самый что ни на есть Растущий, красивый, натуральный Все, можно теперь отправлять в посадку Немного однобокую красотку Однобокая, потому что у нее с одной стороны листиков не хватает Будет сейчас хрустеть Но воздушные корни я первоначально, конечно же, смочила Поэтому не такой уж я и изверг Как некоторым может показаться Кто захочет обвинить меня во всех смертных грехах Попрошу воздержаться от несдержанных выражений Потому что это мое растение И что хочу, я то с ним и делаю У каждого свой метод работы с молодежью Вот так прекрасно садится орхидея Все воздушные корни отправляются в горшок И буду я ее засыпать двумя фракциями коры Сначала чуть-чуть покрупнее Ой, вот такая Чуть-чуть ее буквально И вместе с этой корой Возьму из старой посадки Что-нибудь Можно вот крупную кору как раз-таки положить Которая вот Она плотная, она хорошая Пеностекло спокойно может пойти Смотрите, оно даже вот чистое Никакой ни зелени, ничего нет Только дружественные микроорганизмы Из предыдущей посадки Поливать растения я не буду после пересадки Потому что есть сломы корней Их не избежать Выбираю, выбираю, выбираю Укладываю Сверху будет более мелкая кора Более мелкая, сосновая Из Беларуси вроде как Я все это думаю, что из Беларуси Но приезжает она из Беларуси Судя по данным интернет-магазина В котором я ее брала Ну и собственно даже керамзит Можно положить их Тут вот есть несколько штучек Это все будет препятствовать Слеживанию грунта И вот такой вот есть у меня Вот Ну не отсев Отсев это наверное мелкая часть Более крупная часть То есть самой коры Отсев с которой я использую Посадки к другим растениям Типа ароидность И моя-то красота Красота и лепота Я не замачиваю Не разрабатываю кору Не подселяю никаких бактерий Потому что я поливаю Периодически с фитоспорином Ну и соответственно Эти бактерии загружаются Сами вместе с поливом Опа И Как я говорю Орхидею лучше Не долить Чем перелить Лучше дать подышать корням Около шейки Хорошо когда есть просвет Сейчас покажу Вот такой просвет Туда уходит Воздух Это хорошо когда Воздух циркулирует Около шейки Меньше вероятность Болезней Всяческих Всяческих болезней Ну все Вот так выглядит Посадка Есть большие карманы Внизу мох Кора Вот такие карманы Здесь может быть даже Получится у меня сюда Что-то разместить Еще Вот так Большой кусочек коры Оп Оп Чтобы орхидейка Стабильнее держалась В посадке Это тоже Влияет на скорость Роста растения Когда она закрепилась Уверенно себя почувствовала И тогда начинается рост Значит все спокойно Все хорошо Можно Как бы расслабиться Все Такая красота Единственное Сейчас подпишу ее Конечно же Ну и поставлю На ее прежнее место Полив будет Через Пару дней Жарко Все-таки Какая-то влага Должна быть Хоть мох был увлажнен Внизу Но этого маловато Спасибо большое За внимание Друзья Пишите Обязательно Комментарии Присоединяйтесь К группе В телеграм Делитесь С нами Вашими новостями У нас очень дружная Компания Также Спрашивайте Интересующие вас вопросы И обязательно Получите на них ответ До скорых встреч Пока